Недельная глава Торы называется «Тазрио», что в переводе «Зачнет». То есть это продолжение глав Торы предыдущей, то есть о законах о чистом и нечистом. То есть законы, постановления. Это книга Вайкра, Левит, 12 глава, по 13, но если более как бы шире, то она идет больше по 15 главу. Итак, интересно, что я бы сегодня хотел бы поговорить, какие произошли изменения с приходом Ишуа Мессии. Мы посмотрим Ветхий Завет и потом перейдем в Новый. Итак, эта глава начинается от церемониальной очищения и правил для матерей после рождения ребенка. Там описывается, да, после рождения мальчиков, то есть да, дается 7 дней, то есть она как бы 7 дней нечиста и 33 дня не должна прикасаться к всему святому, приходить в святилище. При рождении девочки 14 дней как бы, да, нечиста и 66 дней очищения. Вот интересно, да, почему как бы такая разница, да, то есть в два раза. Там дается 7, там 14, 33, 66. Вот, ну, одна как бы из версий, что в древности как бы считалось, что после рождения девочки нужно было больше времени на восстановление. Возможно, это было связано с тяжелыми как бы родами. Есть еще одна версия, вторая, что женщина как бы, она как бы первая подалась греху в Эдамском саду, поэтому такое. Ну, я думаю, что, на мой взгляд, это неправильное и ошибочное мнение, потому что на мужчину возлагается более, больше ответственности как бы в этом плане, чем женщины. Поэтому, как бы, ну, это просто одни из, как бы, версий. И дальше продолжение, продолжается рассмотрение вопросов, да, связанных с проказой, да. Итак, книга Левит, 13 глава, описывает определение, как бы, серьезных болезней, в каких случаях человеку нужно, да, обращаться к священнику. И потом священник уже, как бы, определяет человека по его, как бы, состоянию, уже определяет, куда ему нужно, на сколько времени и куда идти. Итак, я хочу зачитать книгу Левит, 13 глава, со второго стиха. Когда у кого появится на коже тело его опухоль или шеи, или пятно, или на коже тело, его сделается как бы язва проказа, то должно привести его к Араону, священнику, или к одному из сынов его, священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белое, и язва оказывается углубленной в коже тело его, то это язва проказа. И священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тело его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белое, то священник, имеющий язву, должен заключить его на 7 дней. Он заключает на 7 дней, я не буду читать дальше, да, потом проходит 7 дней, он его осматривает. Если происходят изменения, он там заключает еще на 7 дней, и после 7 дней, как бы, священник объявляет его, как бы, чистым. То есть, интересно, что, как бы, да, скажем так, Ветхий Завет, да, как бы, он говорит, что называет нечистотой. Значит, это кожные заболевания, да, то, что мы сейчас читали, да, то есть, ну, это больше, как бы, касается проказы, потому что есть много, как бы, заболеваний, и не все, как бы, заболевания. Знаете, интересно, что Ишуа, он именно прокаженных исцелял, да, то есть, он их очищал, как бы, да, то есть, он говорил, как бы, очиститься, да, то есть, от проказа. Болезни он исцелял, а от проказа он, как бы, очищал. Ну, мы не будем, как бы, об этом больше говорить, потому что времени мало, я хочу о другом. Итак, это кожные заболевания, это ритуальная нечистота или церемониальная, то есть, да, прикасание к мертвому телу, прикасание к телу животного, да, если оно, как бы, мертвое, да, то есть, законы о пище, да, употребление, как бы, да, чистой и нечистой пищи, о том, что в прошлый раз, да, говорил Игорь. То есть, как бы, да, там, нечистых животных, так, лохи, то есть, да, очищение послеродов, да, там, и не только послеродов, как бы, ну, об этом Писании говорит, там, излияние семени у мужчин, как бы, ну, много, я не буду, как бы, податься в подробности, потому что там много, там даже, знаете, вот, если вы почитаете Левит 15 главу, там даже если человек, допустим, вспотел, и он прикоснулся к вам, вы считаетесь нечистым. Вы представляете себе, да, то есть, ну, человек спешит на служение, он опаздывает, он вспотел, прикоснулся, и вот вы так готовились к служению, должны идти на служение, но вы должны идти домой и до вечера очищаться, да, или там даже если человек, он плюнет тебе в лицо, он тоже уже нечистый, да, тот, в кого плюнули, вот, и вместо того, чтобы идти на служение, вы идете домой и очищаетесь там и так далее. Ну, бывает, знаете, сейчас, когда, там, проповедуешь Евангелие, люди по-разному реагируют, да, и могут по-другому среагировать, поэтому после проповеди вы идете домой и очищаетесь. Ну, как бы, в принципе, и там много-много, я не буду в подробности, вы просто почитаете 15 главу, там все, как бы, описано и так далее. Вот, и эта книга «Любитва» и «Кра», почитайте, пожалуйста. Также наряду с обрядовой нечистотой существует и нечистота греха, которая и оскорняет человека изнутри. И мы видим, да, что если человек, он оказался в таком положении или соприкоснулся с этой нечистотой, то ему запрещалось приходить в храм, ему запрещалось прикасаться к всему, как бы, святому, всему, как бы, чистому, да, и он был отделен, то есть он был отделен не только физически, но и душевно. Можете представить, что человек, он не мог ни с кем разговаривать, он был сам, сам на самути, сам с собою, то есть и там, ну, как бы, там уже зависит от того, как у него происходит выздоровление, то есть он находится просто сам, он просто оторван от общества, он отделен вообще, как бы, от общества, и это очень нелегко и непросто. Теперь я хочу, что говорит понятие чистоты в Новом Завете. Давайте я хочу прочитать касательно, ну, пищи, то есть я прочитаю, я немножко больше прочитаю, чем положено, для того, чтобы более, как бы, все-таки, ну, более-более понятно, я буду читать не из синодального перевода, поэтому я хочу зачитать римлянам с 14 главы. И тут написано, один считает, что можно принимать любую пищу, а другой, чья вера слаба. Ну, здесь как бы не то, что человек, он как бы слабый, то есть это говорится об внутреннем убеждении, да. Чья вера слаба, есть только овощи. Кто есть все, не должен смотреть свысока на того, кто есть только овощи. А кто есть только овощи, не должен осуждать того, кто есть все. Ибо Бог принял того. Кто-то считает, что один день важнее другого, а другой, что все дни одинаково важны. Каждый пусть поступает в соответствии со своим убеждением. Кто считает какой-то день особенным, делает это и почитая Господа. И тот, кто принимает какую-либо пищу, делает это во имя Господа, ибо благодарит Бога. И тот, кто не принимает какую-либо пищу, делает это во имя Господа, потому что также возносит благодарность Богу, ибо никто из вас не живет сам по себе и не умирает сам по себе, так что если мы живем, то живем ради Господа, и если умираем, то умираем также ради Господа, и значит живем или умираем мы, что принадлежим Господу. Вот почему Мессия умер и воскрес, чтобы он мог стать Господином, Господом и для тех, кто уже мертв, и для тех, кто еще жив. Так перестанем же осуждать друг друга и примем решение, что никто из нас не станет давать своему брату повода к малодушию или искушению. Я знаю и уверен в Господе Ишуа, что нет никакой нечистой пищи, только для того, что она нечиста, кто считает ее нечистой, если брат твой уязвлен в своей вере тем, какую пищу ты ешь, значит ты поступаешь не по любви, не погуби из-за еды, которую ты ешь брата своего, за которую умер Мессия. Ибо Царство Божие не сводится к еде и к питью, оно в праведности жизни, мира и радости, которые дарует Святой Дух, Роаха Кодыш. Не разрушай дела Божии из-за пищи, всякая пища пригодна к еде. Храни свои убеждения между собою и Богом. Блажен, кто может поступать, как считает правильным, и при этом не чувствовать себя виновным. Тот же, кто колеблется, будет осужден Богом, если съест что-либо из того, что считает неправильным, употреблять пищу. Ибо он поступает так, хотя и не верит. А все, что совершается без веры, это грех. И здесь мы видим, что Рав Шавуль, апостол Павел, он дает разъяснение вопросов, ну, может быть, как бы таких спорных вопросов. Но он дает разъяснение касательно моей веры и моего личного убеждения. Это вопрос моей внутренней веры, в то, что я верю. И как бы совести, или, может быть, личного откровения. Потому что у людей есть личное откровение, то, что он как бы делает. Но вы знаете, что личное откровение нельзя ставить в позицию богословского учения. То есть есть богословское учение, а есть личное, твое, как бы, убеждение, это твое откровение. И человек имеет право поступать так, в чем он убежден, в чем он уверен и какое он имеет откровение. Но ни в коем случае он не должен из этого делать богословское утверждение или учение и учить этому. Ну, пример, да, мы все знаем, что у нас до войны был очень такой, очень острый вопрос, брать оружие верующим, не брать оружие верующим. Сейчас этот вопрос, он просто отпал, просто отпал, потому что это, каждый человек, он принимает решение. И даже, знаете, даже в законе прописана статья, да, которая, она как бы человеку, ну, как бы не то, что не позволяет, по его религиозным убеждениям не брать оружие. И мы знаем, что много есть братьев верующие, которые взяли и идут защищать нашу страну. Есть, которые по своему внутреннему убеждению не могут брать оружие, это их право. Тот, кто взял, это их право перед Богом, тот, кто не брал, это тоже их право перед Богом. Это касается личных моих, как бы, моментов жизни, личной моей совести. И слава Богу, что Библия, она, как бы, показывает мои личные мои, как бы, потому что мы все разные. Да, написано, кто различает, не различает, а кто не различает. Это уже, мы все разные люди. Кто-то может пройти какое-то искушение, испытание? Не обязательно Бог может дать вам испытание, которое прошел Иов. Не все могут его пройти. Написано, что каждому Бог дает что-то свое по силам. Поэтому это очень важные моменты. Это по поводу пищи. Даже Ишуа, он говорит о бесполезности, как бы, внешних омовений при внутренней оскверненности. То есть, тем самым, он ставит вопрос на первый план о внутреннем порядке нашего сердца. Есть ряд много писаний. Если хотите, я потом, как бы, вам покажу именно то, что говорит Ишуа. Ну, помните, один из примеров, когда он сел кушать с немытыми руками, и подошли к нему люди, да, званные, призванные, которые говорили им. То есть, ну, есть много ряд, как бы, моментов, о которых именно Ишуа говорит. Но Ишуа, он никогда, он ставит вопрос внутреннего порядка именно на первое место, чем уже, как бы, внешне. Что касательно физического здоровья, да, Ишуа после, Ишуа, когда встречался с прокаженными, что он делал? Он их отправлял где-то там, нет, он их исцелял. Он их не отсылал на каротин для восстановления, потому что он есть источник жизни и исцеления. И вы знаете, это говорит о том, что это касательно любых болезней, любых, какие бы ни были болезни. Вот. И это говорит о том, что когда мы чем-то болеем, нам, наоборот, нужно идти к Богу. Не отдаляться от Бога, но идти к Богу. И важно, чтобы действительно вот в этот момент был человек, с которым вы можете все-таки поделиться. Это очень важно. Это очень, как бы, важно. То есть, мы не должны в таком состоянии, это может быть не только связано с нашим внешним, это и духовные вещи. И очень важно нам делиться с человеком, который бы, знаете, который тоже понесет именно ту тяжесть, или, может быть, то, с чем вы не можете справиться, понесет вместе с вами. Это очень, как бы, важные моменты. Что же делать с греховной нечистотой, которая описывается? Ну, единственный только вариант – это примирение с Богом. Другого варианта нет. Ветхий Завет, да, 14-я книга Вайкра, Левит, дает решение этого вопроса, да, то есть, там, как бы, говорится законы, но в 14-й главе дается решение. И решение – это жертва. То есть, да, люди, которые находились в этом, как бы, состоянии, они приносили, как бы, жертву, которая очищала, но внешне. Очищала внешне, но сердце, оно оставалось прежним. Ишуа очистил наши сердца навсегда. Это евреям, 9-я глава написано, «Ибо кровь и тельцов, и козлов, и пепель телицы через окропления освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы пачи кровь и шоу мессии, который Духом Святым принес себя непорочного, Богу очистит совесть вашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинно». И в завершение хочу сказать, что давайте мы будем действительно любить друг друга и правила, и законы, которые для нас кажутся, может быть, ну, важными или откровения, мы не будем их ставить выше души человека и выше отношений друг с другом, потому что отношения, оно более важно, чем какие-то, ну, правила, даже те, в которые ты убежден. Да благословит вас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok